Они не приемлют отсутствие выбора. Они умнее большинства сверстников. У них гипертрофировано чувство справедливости. Их называют «дети тысячелетия». Экстрасенсы утверждают, что их аура светится темно-синим цветом, цветом индига. Ученые предполагают, что у этих детей изменена ТНК, а волновое излучение тела в 3-10 раз выше нормы. Они не такие, как мы. Они представители новой расы, пришедшей нам на смену. Сегодня мы живем рядом с маленькими людьми, которых называют «детьми света», «детьми тысячелетия», «новыми детьми», «детьми индига». Эти дети не вписываются в общепринятые рамки. Мы встречаемся с ними каждый день и зачастую их совсем не понимаем. Это их вина или наша большая ошибка. Они вошли в этот мир, с одной стороны, значительно более умственно развитыми, чем были мы, с другой – психически неустойчивыми. Те дети, которые приходят на смену нам, они в корне отличаются от тех стереотипов, от того поведения, к которому мы привыкли. И самое главное, что мы к этому не готовы. Им, с одной стороны, легче воспринимать мир, они воспринимают его по-своему, а с другой стороны, они вступают в конфликтные отношения с тем окружающим миром, в который они входят. «Мы такими не были», – так говорят родители, соседки по подъезду, в конце концов, даже ученые. Об этом говорят все. «Да, мы были другими». «Я ничего не могу с ним сделать, он неуправляем», – в очередной раз произносит раздохадованная мама, чувствуя, как на смену любви к ребенку приходит злость и обида. «Прям поругаемся с ней, она на меня накричит. Она меня совсем не понимает, когда я начинаю объяснять то, что сама думаю». Большинство из них плохо учатся в школе, конфликтуют с учителями и с верстниками. Родители, расстроенные тем, что ребенок не оправдывает надежд, пытаются переломить ситуацию жесткими воспитательными мерами, увеличивая тем самым полосу отчуждения. Когда я что-то не разрешала, она смотрела на меня из-под лоби, очень недовольная, когда я попыталась ее просто наказать, даже как бы, ну не то, что там ударить ее сильно, ну просто шлепнуть по памперсу, ничего страшного. Но это был такой знак неуважения для нее, что она закатывала глаза, хватала какой-нибудь предмет, заносила его над головой и давала мне понять, что если я как бы не изменю сейчас свои точки зрения, она расшибет этот предмет о пол. Родитель всегда должен быть адвокатом ребенка, он всегда должен его защищать. И ребенок должен быть уверен в том, что папа или мама его не будут ругать дома и, не знаю, там, устраивать ему какие-то скандалы, потому что он получил двойку или потому что он плохо себя вел на уроке. Если ребенок поймет, что дома его ждет какой-то тыл, какое-то понимание, он, в общем, наверное, будет более спокойно, он будет лучше себя вести в конце концов. Американский психолог Нэнси Антепп, которая первая обратила внимание на феномен детей индига, заметила, что у них необычные психологические особенности. С самого раннего детства они ставят себя выше других. Я чувствую, что вот мне легче, например, управлять людьми, чем быть управляемой. Мне сложно подчиняться, очень. Мы не можем смириться с чужим лидерством. Мы стараемся, ну, сами быть лидерами. Обычно, конечно, получается, что один из нас, вот, ну, как сказать, главный, а второй, может быть, ну... Можно так сказать, заместитель, вот. У них проблемы с абсолютной властью. Они не приемлют отсутствия выбора. Их невозможно заставить что-либо сделать силой. Они просто не в состоянии переломить себя. Да, мы не любим, когда людьми управляются, как марионетками. Когда прямо командуют. Я, может быть, этого даже не осознаю, но мне говорят окружающие люди, что вот меня трудно подчинить себе. Им сложно стоять в очереди. Они ненавидят традиции и правила. Они не вписываются в существующие системы, поэтому чаще всего выглядят как разрушители системы. Чувство справедливости у детей Индиго обострено до предела. Я мечтаю, чтобы люди не обращались так плохо с людьми, как сейчас. Чтобы они были более снисходительны друг к другу. И друг друга любили. Ведь мы все разные и все одинаковые. Они кажутся асоциальными, если не находятся среди себе подобных. Излюбленный инструмент педагогики страх не подходит к этим детям. Они бесстрашны. Страх. Может быть, мне не удастся его побороть, но хотя бы совладать с ним надо уметь. Ты не можешь себя контролировать, когда ты боишься. А я стараюсь себя всегда контролировать. В большинстве своем дети Индиго прирожденные философы. У них глубокие мысли о смысле жизни, о цели человека в жизни, о вселенной вообще и о Боге. Я очень много хожу по синагогам, по мечетям, по храмам и общаюсь просто со священнослужителями. И у каждого узнаю его мнение. У каждого свое мнение, конечно. И люди говорят толковые вещи, из которых можно слепить что-то как бы одно. Они болезненно воспринимают ложь. Даже самую безобидную. Я очень болезненно воспринимаю, когда обманывают меня. Как-то задевает меня изнутри это. В то же время, когда психологи впервые обратили внимание на появление детей Индиго, медики нашли у детей новое заболевание, которое получило название «Синдром дефицита внимания». На 11-м Конгрессе педиатров России ученые привели статистику, согласно которой 10% школьников страдают этой болезнью. Для синдрома дефицита внимания характерна чрезмерная возбудимость, трудности в следовании инструкциям, неспособность дождаться своей очереди в играх, ярко выраженное лидерство и склонность к опасным играм. Один из главных признаков – неусидчивость. Для такого ребенка большая проблема смирно высидеть классический школьный урок. Ранее синдром дефицита внимания называли минимальной дисфункцией головного мозга. Точную причину возникновения этой болезни медики пока не определили. Сегодня ученые остановились на трех наиболее вероятных версиях. Нарушение внутриутробного развития или родовая травма, генетическая предрасположенность, алкоголизм или свинцовое отравление. Однако ни одна из этих версий не получила подтверждения. Истоки синдрома дефицита внимания остаются загадкой. Впрочем, если проанализировать все симптомы этой болезни и сравнить с описанием типичного ребенка индиго, картина будет схожей. Ведь никаких физиологических отклонений при этом заболевании не наблюдается. И выявить его можно только по поведению ребенка, которым, собственно, и отличаются дети индиго от всех остальных детей. На сегодняшний день мнения по поводу синдрома дефицита внимания разделились. Одни считают, что за красивой вывеской дети индиго родители маскируют заболевание головного мозга. Другие, что синдром дефицита внимания вообще не существует. Просто таким образом традиционная медицина реагирует на новые необъясненные явления, происходящие с детьми. А вот то, что называется дефицит внимания, но это все та же история о том, что, конечно, такого ребенка нужно, может быть, учить по какой-то совершенно другой системе. К нему нужен просто совершенно другой подход. И я вовсе не считаю, что это какая-то вообще трагедия безумная, что ребенок не может сидеть на уроке. Но просто значит, этот урок недостаточно для него интересен. Это они, дети индиго, не способны воспринимать традиционную образовательную систему, направленную на подавление личности. Это они безапелляционно высказывают свое мнение, требуя от учителя, если не согласиться, то хотя бы принять. То есть здесь у меня есть жизненные принципы. Ради достижения цели я не буду опускаться ниже них. Для меня свобода это именно такой эксперимент. То есть я беру какое-то понятие и ставлю, вот, если говорить тематическим путем, ну, в координатную плоскость. За ноль я беру и относительно этого понятия все выстраиваю и сверяюсь с этим понятием. Ну, так легче жить, надо на что-то опираться. Пару десятилетий назад в нашей стране в авторитарной системе образования либеральный подход был просто невозможен. В нашей тогдашней гигантской стране, в которой жило почти 300 миллионов людей, всех учили по одной и той же программе. Для детей творческих эта программа была мучением. Политехницизм этот, он рос из класса в класс. До 70% учебного плана занимали, естественно, научные предметы в старших классах. Соответственно, дети творческие, то есть творческого склада, у которых восприятие художественное, они были основными жертвами политехнической школы. К сожалению, остаются и сейчас. Я бы хотела поменять всех учителей в школах, потому что они каждый день делают одно и то же, то, что они делали 40 лет назад, 25 лет назад. Постоянно повторяют. И им уже без разницы, кто перед ними сидит. Хоть обезьян посадя, они все равно будут их учить математике вот так-то и так-то. Мне не нравится школа тем, что там как-то учителя, они все время такие злые, все время на тебя так смотрят, то что кажется, что если ты сейчас что-то сделаешь, то он тебя на так посмотрит, и ты будешь готов прямо сквозь землю провалиться. Моя дочь не хочет ходить в школу, потому что ей не нравится обучение в этой школе, ей не нравится учителя. У нас учительство по-английскому было с ужасным произношением, и я это слышала. У меня даже произношение лучше было, я это понимала. И я там в первый день устроила бунт, сказала, что я не буду заниматься. Конфликты с учителями приводят к плохой успеваемости в школе и склонности к риску. А отсутствие взаимопонимания со взрослыми к одиночеству и как следствие спиртному, сигаретам и наркотикам. Если любая личная взрослый ребёнок не будет чувствовать стабильности, защищённости, постоянства, чувство контроля, что я вокруг себя что-то контролирую, то тогда вот этот базовый фундамент начинает давать трещины от пустоты, получается. Они не могут быть пустые. Значит, туда что-то приходит обязательно. Или это приходят наркотики, алкоголь, секс, это компьютерные игры, это любая зависимость туда, потому что это намного проще. Психологи пытаются решить проблему детей Индиго, работая с родителями, объясняя, что их дети требуют нового особого подхода. А медики борются с синдромом дефицита внимания своими методами. Они предлагают лечить это заболевание медикаментозно, в частности, применять психостимуляторы и антидепрессанты. Для России это новое направление, а Америка уже имеет десятилетний опыт употребления подростками психотропных препаратов. Согласно исследованию, проведенному в 1996 году в США медицинским институтом Джона Хопкинса, с 1990 по 1995 год количество подростков, принимающих релатин от синдрома дефицита внимания, увеличилось более чем в два раза. Но это было в начале 90-х. Сегодня администрация по контролю за применением законных наркотиков сообщает, что за последние десятилетия количество выписываемых подростком психотропных препаратов увеличилось на 600%. Однако, согласно исследованиям, проведенным Ельским институтом, ни один из препаратов, используемых для лечения синдрома дефицита внимания, не дает эффекта. Медикаментозное лечение в первую очередь делает таких детей управляемыми, но не может вылечить их. Может быть, от того, что такой болезни не существует? Может быть, особенности, которые так пугают медиков, это не отклонение от нормы, а признаки нового человека. Тогда, пичкая детей индиго-психотропными препаратами, мы, скорее всего, тормозим развитие цивилизации. Пока что в России вопрос о том, что делать с такими детьми, остается открытым. Это дети, как я думаю, привнесут очень много в развитие вообще всего мира, потому что они наделены теми способностями, которых нет у нас, вернее, не то, что они у нас есть, просто мы их забыли и не знаем, как нам их развивать. Ну, я еще ведь не могущественная, я не сильная волшебница, и поэтому я не смогу ничего сделать. Феномен детей индиго вряд ли бы заинтересовал ученых, если бы они отличались только поведенческими особенностями. В первую очередь, это высокий иммунитет, благодаря которому таких детей стали называть дети спида. Эти новые дети рождаются с измененной ДНК. Ученые Калифорнийского университета обследовали детей, у которых при рождении тест на СПИД оказался положительным. Спустя несколько лет повторное исследование показало, что вирус отсутствует. Стали искать причину, по которой организм смог противостоять самому страшному вирусу в истории человечества. Выяснилось, что разгадка в ДНК. Все эти дети имели на 4 ДНК отростка больше, чем обычные люди. Дело в том, что действительно уровень спонтанных мутаций у человека достаточно высок. Были проведены крупные исследования в мире с изучением спонтанного мутогенеза у человека. Уровень спонтанной изменчивости у людей в возрасте от момента рождения до 20 лет. И было определено, что процент людей со спонтанными изменениями, самыми разнообразными, составляет порядка 11%. Эти дети, несмотря на плохую успеваемость, обладают высоким интеллектом. Первый тест на проверку интеллекта разработал в начале 20 века французскую интеллектуальных способностей в настоящий бум. Сегодня тест на проверку показателя IQ, или коэффициента интеллекта, известен практически во всем мире. Согласно этому тесту, дети Индиго обладают блестящими умственными способностями. Их коэффициент интеллектуального развития в среднем равен 130. Это нельзя считать показателем гениальности, но раньше столько баллов набирал один человек из 10 тысяч. Для детей Индиго 130 это среднее значение, поскольку многие из них доходят до 160, что является показателем гениальности. Для таких детей особенно нелепо использовать индекс IQ, который, как вы знаете, был создан в США в 50-е годы для того, чтобы отбирать посредственности. Он был создан посредственностями для того, чтобы отбирать посредственности в очень узком диапазоне. Применение 20-летнего индекса IQ в США привело к тому, что наиболее способных и одаренных людей психологи в США отправили на бензоколонки и в тюрьмы, вместо того, чтобы из них сделать свет нации. Именно поэтому в 80-е годы были огромные проблемы с закупкой научных кадров за рубежом, иначе это специальная политика по насыщению Америки наиболее интеллектуальными людьми. Эти интеллектуальные люди, при помощи которых Америка собиралась выйти из кризиса, в детстве были именно нестандартными. И с точки зрения индекса IQ, и с точки зрения социального поведения. Более того, детей и не отличались хорошей успеваемостью в школе. А что же такое стандартный ребенок? Это значит беспроблемный ребенок, то есть с которым нет проблем. Ему сказали делай уроки, он делает уроки. Ему сказали надо съесть вот эту кашу, он ее съест. В принципе, без удовольствия, но съест. Вот. Но это тоже все до известного предела. Мне не нравится, когда меня заставляют рано ложиться спать. Мне не нравится, когда меня заставляют играть на рояле. И мне еще не нравится, когда меня заставляют ну, идти в лес. Когда захочу, тогда иду. Западные психологи утверждают, что именно дети Индиго станут двигателями цивилизаций. Некоторые ученые считают, рождению людей с особыми качествами поспособствовал знаменитый парад планет в 80-х. Именно сейчас поколение парада планет вступает в жизнь. Астрологи предполагают, что благодаря прохождению Плутона по Стрельцу, что бывает раз в 250 лет, с 1995 года рождаются уникальные люди, способные революционным образом менять все сферы жизни. Были ли детьми Индиго дети французской революции, которые способствовали зарождению буржуазии, рушили монархию, создавали новые философские каноны и ломали старые бытовые устои? Так может быть дети Индиго не что иное, как следствие близости небесных тел? Однако пока что ни медики, склоняющиеся к медикаментозному методу борьбы с детьми Индиго, ни родители, опускающие руки от безысходности и неуправляемости собственных детей, не прислушиваются к мнению ученых и астрологов. Они не видят в этих детях нового поколения человечества и ищут пробелы в воспитании. Но ни в коем случае нельзя давить на таких детей, потому что они обладают колоссальным запасом разнообразных идей. Сердце у таких детей заполнено любовью, потому что у них этот дар от Бога. Служить людям, помогать им, они рождены с этим даром. У них очень глубокие мысли в разных областях жизни, хотя родители поначалу страдают, поскольку не способны понять и оценить. Я думаю, бесполезно рассуждать о смысле жизни, о предназначении жизни какого-то одного человека. Можно рассуждать о смысле жизни всего человечества в целом, ну или как минимум поколения. Я считаю, что цель человечества, смысл жизни это развиваться, работать себе на благо, ну или своему государству. Это такой относительно человечества некий эгоизм, если государство и его жители работают только на свое благо. На протяжении всей истории человечества система воспитания менялась неоднократно. В ходе археологических раскопок римских захоронений двухтысячелетней давности ученые обнаружили следы жестокого отношения родителей к детям за непослушание. Во времена Средневековья, когда тысячи женщин и мужчин погибали на кострах инквизиции за нетрадиционные с точки зрения церкви представления о Боге, дети становились рядом со взрослыми. Жестокое обращение продолжалось и в 20 веке. Анализ воспитательных методов до нацистской Германии показал, к чему может привести неповиновение авторитету старших. Несложно проследить, что несмотря на развитие цивилизации, изменение политических устройств и устоев общества, неизменным остается основной инструмент воспитания страх. В марте Николаева, ты куда? Надоело! Николаева, вернись! Вернись! Пусть она не ставит двойки, мне все равно, я хочу другого учителя. Это так просто подчинить себе чужую волю, если ты сильней. В ситуации с детьми достаточно быть просто старше. Может быть, первый раз человечество столкнулось с тем, что появились дети, способные противостоять чужой воле, даже если этот человек старше и сильней. Может быть, дети Индиго это новый шаг в развитии эволюции. У этих детей огромное количество энергии, которые жаждет выхода. Аура это энергетическое поле, выступающее за пределы физического тела человека. Ведь энергией, как гласят незыблемые законы физики, обладает любое тело, имеющее массу. Сегодня доказано, что аура есть у предметов, растений, животных и, конечно же, у человека. Аура синего цвета детей Индиго заинтересовала ученых еще и потому, что появившись недавно, она упорно вытесняет все остальные цвета человеческой ауры. Нэнси Энн Тепп классифицировала детей Индиго по четырем основным группам, каждая из которых она приписывает определенную жизненную программу. Проанализировав получившуюся картину, она пришла к выводу, что в скором будущем аура цвета Индиго вытеснит все другие цвета, поскольку они станут просто не нужны. Так что, по-видимому, вскоре аура человечества будет окрашена в единый цвет. Цвет Индиго. Феномен детей Индиго слишком странный для того, чтобы принять его как данность. Люди считают человеческую природу неизменной и, как правило, верят в эволюцию, но только уже свершившуюся. А то, что на Землю приходит новое человеческое сознание, проявляющееся в наших детях уже сегодня, консервативная мысль даже не допускает. Родители остаются родителями и даже признавая способности своих детей, они не готовы к компромиссам. Рождение новой расы, имеющей новый цвет ауры, новую ДНК и волновое излучение тел в 3-10 раз превышающие ранее фиксированные биофизиками, выглядит как сказка. Но факт остается фактом. Они уже пришли и они среди нас. Редактор субтитров А.Семкин